Я приглашаю на сцену Алексея. Мы услышим доклад про новую библиотеку. Это же можно назвать библиотекой? Это приложение. Хорошо. Про приложение. Всем привет. Меня зовут Алексей. Последние 4 года я активно разрабатываю разные open-source проекты. В основном они посвящены тематике умного дома. Мой гитхаб на сегодняшний день набрал уже более 10 тысяч звезд суммарно. Если вы пользовались платформой умного дома Home Assistant, возможно, вы пользовались какими-нибудь из моих проектов. Среди русскоязычной аудитории наиболее популярен проект Яндекс.Станция для управления колонками с Алисой. В умном доме также встречаются такие устройства, как IP-камеры. В результате чего и появился проект GoToRTC. GoToRTC – это приложение для стриминга камер в режиме реального времени. Оно поддерживает огромное количество протоколов на вход, поддерживает все основные стриминговые протоколы на выход, поддерживает двустороннее аудио и много чего еще. Некоторые протоколы GoToRTC поддерживает эксклюзивно. Допустим, по моим данным, это единственный в мире open-source проект, который поддерживает стриминг с камер по протоколу HomeKit. Это довольно такие хорошие камеры, потому что производителям этих камер приходится соответствовать стандартным качествам фирмы Apple. Также из экстравагантного поддерживается стриминг с пылесосов Roborock. В последних моделях, старших моделях пылесосов ставят камеры для того, чтобы они там обнаруживали носки и всякие провода, не наезжали на них, не засасывали. И более того, для пылесосов Roborock поддерживается двустороннее аудио. То есть вы можете практически с любого браузера позвонить на свой пылесос и пообщаться с домашними. Можете использовать пылесос в качестве информатора какого-то, какие-нибудь уведомления с помощью него выводить, допустим, что у вас протечка случилась. Также можете стримить музыку на ваш пылесос, это тоже поддерживается. Проект молодой, ему чуть больше года, но он уже набрал более 2000 звезд на гитхабе, более 370 тысяч скачиваний на докерхабе и более 260 скачиваний на гитхабе. Здесь цифры устаревшие уже, количество скачиваний растет по десяткам тысяч в неделю. Проект активно встраивается другими open-source разработчиками в свои проекты, и разные энтузиасты собирают дистрибутивы под разные платформы. Из наиболее интересных интеграций можно выделить FreeGate. Это NVR-платформа Network Video Recorder, куда вы можете подключить все свои камеры. Там будет вестись локальная запись этих камер. FreeGate поддерживает очень большое количество детекторов, людей, животных, автомобилей, причем поддерживаются детекторы под разные аппаратные ускорения. То есть это процессоры Intel, видеокарты NVIDIA, Google Coral. Этот проект очень популярен среди пользователей Home Assistant. И также небольшой инсайт. Со мной связывался разработчик расширения под Home Bridge. Камера AI есть такое расширение. И он тоже переделывает стриминговое ядро своего проекта под GoToRTC. Так что, надеюсь, скоро и фанаты Home Bridge тоже будут пользоваться. У них появится свой NVR, сердцем которого будет GoToRTC. Спасибо. Вот еще один интересный проект. Это альтернативные прошивки камерам Vice. Это такие дешевые китайские камеры, оттого они популярны. И разработчик этого проекта встраивает GoToRTC непосредственно в прошивку камер. То есть приложение запускается на слабеньком и довольно дохленьком железе камеры. И как отмечают реальные пользователи этих камер, эта штука работает лучше, чем стандартная прошивка этих камер. И эта штука работает лучше, чем другие open-source проекты, которые использовались в этих прошивках ранее. Это я к тому, что GoToRTC настолько хорошо оптимизирован, что может отлично работать на железе таких камер. И в том числе этому способствует язык Go, который может скомпилировать ваше приложение на такую редкую архитектуру. Допустим, на этих камерах используется архитектура MIPS. Как я уже ранее замечал, GoToRTC поддерживает большое количество протоколов и форматов. И подавляющее большинство этих протоколов и форматов написал я сам с нуля, с полного нуля, за исключением WebRTC. Для WebRTC используется популярная в Go библиотека от команды PION. Все остальные разработал я сам. Если в ваших проектах понадобится использование каких-нибудь из этих протоколов, можете посмотреть, как это реализовано в GoToRTC, или подключить эту штуку в качестве внешней зависимости. Некоторые разработчики так уже и делают. Вообще в стриминге видео нет ничего сложного. По сути, это просто перекладывание байт из одного места в другое. И от вас, как от разработчиков, требуется просто это делать очень аккуратно и очень оптимально. И как раз со слайсов байта я бы хотел начать свой доклад. На мой взгляд, слайсы байта – это просто гениальное изобретение от авторов Go, снимая перед ними шляпу. И гениальное оно тем, потому что если вы умеете и хотите аллоцировать память, вы можете это, собственно, делать. Если вы не умеете и не хотите аллоцировать память, вы можете этого не делать, и ваше приложение все равно будет работать. Как в первом, так и во втором случае. Только в первом случае оно будет работать более оптимально и более производительно. Когда вы смотрите в коде на отдельно стоящую строчку append без какого-то там дополнительного контекста, вы не знаете, произойдет там под капотом аллокация памяти или не произойдет. В этом и есть вся магия Go. Вот, например, возьмем функцию по упаковке RTP-пакета в некоторый слайс байт. Это функция из библиотеки PION как раз. RTP – это самый популярный формат для передачи видео в реальном режиме времени. Здесь авторы библиотеки сами аллоцируют необходимый фрагмент памяти и записывают туда RTP-пакет. И также они предоставляют другую функцию, которая позволяет вам самостоятельно аллоцировать память предварительно. Передать ее в эту функцию и RTP-пакет будет уже сохранен туда. Конечно же, в Go.2RTC используется именно этот вариант, потому что данная функция вызывается сотни тысяч раз в секунду. И это очень большое количество аллокаций памяти и большая нагрузка впоследствии на сборщик мусора. То есть от вас, как от разработчиков, требуется всегда помнить, стоит ли или не стоит, иной раз аллоцировать память. К слову, в первых версиях Go.2RTC использовалась первая версия функции. Впоследствии я уже оптимизировал этот код. То есть не обязательно оптимизировать код самых первых версий вашего приложения. Вы всегда можете улучшить производительность вашего приложения в следующих версиях, в обновлениях. Еще интересный факт про слайсы. Не все его знают. Это проверка на выход за границы слайса. В стандартной библиотеке Go можно найти вот такую конструкцию. Это упаковка двухбайтового целого чтения и запись в слайсы. И тут есть вот такая странная запись, где разработчики берут некоторый элемент слайса и приравнивают его к пустоте. Зачем это делается? Если кто не знал, каждый раз, когда вы обращаетесь к элементу слайса, компилятор Go вставляет в это место проверку на выход за границы слайса. И если выход за границы происходит, компилятор вызывает панику. То есть когда ваше приложение падает по причине выхода за границы слайса, это не непредвиденная ситуация. Это вполне предвиденная ситуация. Разработчики Go за вас ее предвидели и сделали проверку и упали. И каждый раз, когда вы обращаетесь к любому элементу слайса, вызывается эта проверка. А вот такой вот конструкции, когда вы в начале функции обращаетесь к максимально возможному элементу слайса, к которому хотите дальше обращаться, это подсказывает компилятору, что проверку на выход за границы стоит поставить именно тут, и больше, чтобы он эти проверки не вставлял. Опять же, если такая операция вызывается очень часто, это сотни тысяч раз в секунду имеет смысл произвести такую вот оптимизацию кода. И существует такой вот очень удобный инструмент для проверки разных оптимизаций кода от Go. Это компилятор из кучи разных языков, некоторый байт-код. И вы можете даже не понимать, какой байт-код получается на выходе из этого компилятора. Вы просто можете написать две разные функции и сравнить два результирующих байт-кода. И, скорее всего, этого вам хватит, чтобы понять, какая из функций выполняется более оптимально. Вот в данном случае можно найти, что проверка вставляется в одном случае один раз на выход за границы, и вызов паники тут тоже можно найти. И во втором случае проверка вставляется два раза. Это очень интересный инструмент, чтобы проверять какие-нибудь каверзные вопросы на собеседованиях, когда там любят задавать, как ведет себя компилятор в том ином случае. Вот вы можете отладить на этом инструменте, только аккуратнее. В этом случае вы можете быть даже умнее интервьюеров, они это не любят. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это ридеры и в райтеры. На мой взгляд, это еще одна гениальная штука от авторов Go. Они ее используют повсюду. Моя среда IDE подсказывает, что ридеры и в райтеры используются в исходном коде Go более 400 раз каждый. И это как бы намекает нам, что нам нужно вовсю использовать как встроенные интерфейсы ридеров и райтеров, так и писать свои. Например, у нас есть некоторая функция Producer, которая получает на вход видеопоток. По первым байтам этого потока понимает, что за формат к нам пришел, вызывает определенные функции для распаковки этого потока. И на вход эта функция принимает именно ридер. Зачем? Затем, что сам поток может прийти к нам совершенно разным транспортом. Это может быть TCP соединение, HTTP соединение. Это может быть входящее и исходящее TCP и HTTP соединение. Вот в случае TCP соединения сам connection исполняет роль ридера. В случае HTTP соединения я response body исполняет интерфейс ридера. И также, допустим, STD-out. Если вы вызываете какую-нибудь внешнюю утилиту, она тоже отдает вам этот поток. Тоже STD-out выполняет интерфейс ридера. Таким образом, написав лишь один раз код продюсера, вы можете его подключить к куче разных дополнительных транспортов. Если завтра появится какая-нибудь камера от какого-нибудь производителя, который, допустим, передает данные по протоколу WebSocket, довольно несложно будет написать соответствующего ридера и подключить к уже имеющемуся продюсеру. Вам не надо будет переписывать код продюсера, а вы сможете поддерживать еще один протокол. Или вот еще пример написания собственного ридера с буферизацией. Этот ридер умеет включаться в определенный момент, умеет выключаться в определенный момент и поддерживает функцию перемотки. В видеостриминге существует такая проблема, что иногда нужно прочитать первые кадры потока, чтобы понять, что там за кодек к нам пришел, параметры этого кодека, ширину, высоту картинки. Вот вы прочитали эти первые несколько кадров, и после этого надо эти кадры отдать дальше клиенту. Чтобы это сделать, конечно, вам надо куда-то эти кадры сохранить. Этот буфер исполняет именно эту роль. В тот момент, когда вы готовы читать кадры, включается этот буфер, то есть до этого момента он был выключен, все данные через него проходили насквозь. Включается некоторый буфер с ограниченным размером, чтобы мы случайно не ушли в переполнение какое-нибудь. И по окончанию функции, когда мы узнаем, что за кодек к нам пришел, мы этот буфер перематываем на начало. В следующий раз, когда мы уже будем готовы отдавать поток клиенту, этот буфер сначала прочитает все данные, которые в нем лежат, отдаст их клиенту, после чего там самоуничтожится, очистит память и переключится в режим прозрачного прокси, будет просто передавать данные насквозь через себя. Также есть стандартный буфер от авторов Go и тоже очень мощный инструмент для оптимизации ваших приложений, как и где вы можете его использовать, как и где его нужно использовать, чтобы оптимизировать ваше приложение. Допустим, рассмотрим код чтения из WebSocket. Это низкоуровневый код, который читает данные из WebSocket на уровне TCP. Чтобы прочитать сообщение из WebSocket, вам нужно сначала прочитать заголовок сообщения. Из заголовка сообщения вы понимаете, насколько оно большое. Сообщение WebSocket бывает трех разных размеров, маленькое, среднее и большое. И после того, как вы прочитаете размер сообщения, вы можете, собственно, прочитать его пайлот. В итоге, для того, чтобы прочитать одно сообщение из WebSocket, это вы делаете три чтения из сети. Чтение из сети – это очень дорогая операция. Когда я проводил профилирование Go to RTC, основное время приложения тратилось именно на сетевой стэк, на общение приложения с операционной системой, на вызов сисколов. И эту функцию вы оптимизировать не можете. Она уже работает на своем максимуме. Что вы можете сделать как разработчик – это уменьшить количество этих вызовов. И для этого как раз существует буфер. В случае с WebSocket, допустим, если мы здесь бы вместо connection использовали буфер, как бы он поступил? При чтении заголовка сообщения буфер бы прочитал из сети абсолютно все, что сеть способна ему отдать в этот момент. Это могло быть и 2 байта, и сотня байта, и несколько тысяч байт. Мы не знаем. TCP соединение – это потоковое соединение. И все данные ложатся в TCP соединения по очереди. Первое чтение – заголовка сообщения было бы действительно из сети. Второе чтение – размера сообщения скорее всего бы попало в буфер. Чтение payload, если он небольшой, тоже попал бы в буфер. И более того, чтение следующего заголовка, следующего сообщения и payload следующего сообщения тоже мог бы попасть в буфер. Мы этого не знаем. То есть за время, как мы читали из сокета, туда могло накопиться очень много сообщений. Тем самым, используя буфер в правильном месте, мы очень можем оптимизировать наш код. После того, как я добавил буфер в RTSP протокол, нагрузка на CPU уменьшилась на 30%. Это огромное ускорение, и многие пользователи это подтвердили, что вот в их показаниях нагрузка на CPU уменьшилась на 30%, а это как бы нагрузка 24 на 7. Через Go.3C проходит огромные гигабайты данных, 24 на 7 у многих пользователей с большим количеством камер. Так что 30% — это очень большой прирост. Не забывайте пользоваться буферами. Но не стоит вставлять их вообще куда попало, потому что, допустим, стандартные виблиотека Go уже содержат эти буферы. Там авторы языка позаботились о нас. Эти буферы есть и в входящем соединении, когда вы реализуете веб-сервер. Эти буферы есть и в исходящем соединении, когда вы реализуете клиента. Но стоит помнить, что стандартный размер буфера — это 4 килобайта. Если в ваших приложениях нужна другая цифра, вы можете ее поправить. Для этого есть конфиг. Еще такой момент. Стоит помнить, что некоторые операционные системы, в частности Linux, поддерживают очень быстрое копирование данных из одного сокета в другой сокет и также поддерживают очень быстрое копирование данных из файла в сокет. От вас, как от разработчика, главное только правильно этим инструментом воспользоваться. Допустим, если вы вызовете операцию копия, где с одной стороны будет файл, а с другой стороны — сетевое подключение, язык Go сам поймет, что вы это делаете, допустим, на операционной системе Linux, сам поймет, что один из дескрипторов является файлом, другой дескриптор является сетевым подключением, и вызовет для этой операции системные API. Системные API Linux, при этом данные не попадут даже в ваше приложение, а переложатся из одного дескриптора в другой. Это будет очень быстро. Именно на таких подходах и построен очень популярный сервер Nginx, то есть он завоевал свою популярность тем, что он использовал вот такие вот оптимальные API операционной системы везде, где это возможно. И у вас тоже есть возможность пользоваться этими API, вот они тоже встроены в Go, главное правильно их использовать, ни в коем случае не копировать эти данные самостоятельно. Альтернативной версией может быть просто чтение из файла в какой-нибудь буфер, и потом перекладывание этого буфера в сокет. При этом оптимизации никакой не будет. Далее я хотел бы поговорить про HTTP response writer и особенностей, связанных с ним. На первом месте это content type. Если вы не в курсе, то если вы не укажете своему респонсу content type, то язык Go полезет и попытается его автоматически узнать. И если заглянуть внутрь этой функции, она довольно большая, там очень много операций, так что если вы знаете content type своего респонса, лучше его предварительно установить и не заставляйте Go выполнять какие-то дополнительные операции. там, где это не надо. Еще одна особенность writer, допустим, когда вам нужно передавать потоковые данные. В данном случае у нас есть пример протокола mjpeg. Там кадры передаются один за другим. И важно помнить, что когда вы вызываете операцию в write, это еще не означает то, что данные попали в сеть. Данные попали только в буфер. Помним, что между нашим кодом и сетевым подключением Go вставляет буфер. И как раз операция flash служит для того, чтобы подсказать нашему приложению, что мы закончили, допустим, ложить данные в сеть, и их надо, закончили ложить данные в буфер, и их надо отправить клиенту. Без этой операции тоже все будет работать, но, к сожалению, клиент будет получать кадры с отставанием на один кадр. То есть к нему прилетит очередной кадр, только когда вы запишите в этот буфер следующий кадр, если буфер переполнится, допустим. Еще одна интересная штука – это захват соединений. Используется не очень часто, но тоже доступно. Я ее использовал в протоколе HomeKit. HomeKit протокол, он изначально делает обычный пост-запрос, и после того, как он сделал этот пост-запрос, наворачивается шифрование, придуманное инженерами Apple. И в данном случае как раз эта возможность Райтера сильно помогла. То есть получаем сырое соединение и работаем с ним, как хотим. Стоит помнить, что в этом случае уже закрывать это соединение, это ваша обязанность, это в ваших руках, оно автоматически не закроется. Также эта функция используется при реализации сервера WebSocket, там в известной библиотеке Gorilla. То есть захват сетевого соединения и реализация какого-нибудь дополнительного не HTTP протокола. Далее я хотел бы поговорить про маршлинг и анмаршлинг. На мой взгляд, это еще одна гениальная штука, разработанная авторами языка. Снова снимаю перед ними шляпу. И про особенности маршлинга. Стоит помнить, что авторы разных библиотек добавляют, авторы разных библиотек маршлинга добавляют туда некоторые специальные типы, которые меняют поведение библиотеки при распаковке и запаковке. Допустим, есть такой тип JSON row message. Он необходим в том случае, если вы не знаете, как распаковывается тот или иной ключ JSON. Допустим, вы можете распаковать те ключи, которые вы знаете, как распаковываются, указать те ключи, которые вы не знаете, как распаковать именно на этом шаге, и распаковать их уже на следующем шаге в зависимости от значения известных вам ключей. Ну, эту штуку, возможно, там большинство из зала знает. Но такой же интересный ход есть и в библиотеке YAML, и даже более интересный он там. Покопавшись в библиотеке YAML, я заметил, что если вы unmarceled ваш YAML файл в переменную типа YAML node, то вы получите очень подробное дерево тегов. Там останутся все комментарии исходного YAML файла, останутся позиции всех ключей и всех их значений, и с помощью этого подхода мне удалось реализовать функцию правки YAML файла с полным сохранением форматирования. То есть, допустим, если вы читаете YAML файл, вносите в него программ на какие-нибудь изменения, а потом сохраняете его, ну, то же самое с JSON, то вы полностью теряете то форматирование, которое было в этом файле. И все комментарии, все отступы становятся стандартными. вот, и если пользователь там имеет доступ к этому YAML файлу, он очень огорчится, если вы нарушите этот файл. И вот такой подход как раз позволил реализовать функцию сохранения полного форматирования исходного файла. Я не знаю, как такую же штуку сделать на любом другом языке, не встречал таких вот позитивных инструментов. Также мне довелось реализовывать собственный марш или собственного типа. Это TLV формат. Его пришлось реализовывать для протокола HomeKit, TypeLengthValue. И я видел, как этот формат реализуют разработчики других языков. Я видел код на C++, видел код на Python, видел код на Node.js. Люди там очень сильно страдают, как-то придумывают подходы, как можно реализовать анмаршлинг такого сложного формата. Но в языке Go удалось его реализовать очень лаконично и очень просто потом с ним работать. Ну, здесь на слайде видно, что поддерживаются некоторые вложенные ключи и структуры, поддерживаются слайсы этих вложенных структур. Формат TLV такой забавный, что у него сами по себе слайсы значений ключа не поддерживаются. Не слайсы, а массивы в других языках программирования. Но у него поддерживается несколько ключей с одинаковым именем на одном и том же уровне. То есть в JSON, в YAML запрещено иметь несколько ключей с одним и тем же именем на одном и том же уровне вложенности. В этом формате это разрешено и с помощью слайсов как раз и сохраняется значение этого формата. Ну, удалось реализовать эту функцию. Также пришлось решать задачу, когда нужно разделить, когда у вас есть слайс байт как некая единая сущность. Допустим, это вот session ID, это там некоторая переменная на 16 рандомных байт. И когда у вас есть слайс байт, именно одиночных байт, это вот на примере, как у нас есть статус. Там одиночный байт используется значение 0 и 1, и надо было как-то объяснить нашей структуре, чем они отличаются. Для этого я воспользовался типом string. То есть, если кто не знает, string и слайс байт в go хранятся очень похоже. Единственное, там слайс байт отличается capacity, а string нет. И в любой момент вы можете провести преобразование одного типа в другой. Это работает очень быстро, очень оптимально. И string может хранить абсолютно любые значения, в том числе непечатаемые символы, и никакой проблемы в этом нет. Поэтому здесь вот это очень сильно пригодилось. Делая доклад про go, конечно, нельзя не поговорить про каналы, и каналы в go.rtc тоже используются. Вот наиболее яркий код, который это демонстрирует, это передача данных от поставщика потребителям. То есть, go.rtc поддерживает, допустим, стриминг с одной камеры на несколько клиентов. И здесь как раз используется буферизированный канал для того, чтобы сгладить скорость чтения из поставщика, допустим, нашей камеры, и скорость записи в наших потребителей. То есть, эти скорости могут отличаться. И здесь используется неблокирующая запись в канал для того, чтобы медленные потребители не тормозили всю нашу цепочку. Ну, допустим, у нас есть какой-нибудь клиент, мобильный телефон, сидит на 3G, там очень плохая связь, и он не успевает читать данные из канала, канал забивается, и если бы здесь была блокирующая запись, то это просто бы тормозило чтение из камеры, и это бы тормозило других клиентов, у которых нет проблем с соединением. И немного информации про сам GoToRTC, про его архитектуру. Весь GoToRTC построен на модулях, то есть, каждый протокол вынесен в свой отдельный модуль, и в любой момент вы можете собрать свое собственное приложение из только нужных вам протоколов. Это рабочий код. То есть, я показывал ранее слайд, где GoToRTC поддерживает огромное количество протоколов, но вы можете, допустим, сделать приложение с поддержкой только RTSP формата. Оно будет весить очень мало, оно будет поддерживать RTSP сервер, RTSP клиент. Вот минимально необходимый код, чтобы собрать такое приложение. И также я старался делать все остальные модули, чтобы они были максимально независимы друг от друга, чтобы в любой момент можно было из любых модулей слепить себе приложение, какое хочется. И вот пример инициализации модуля. В начале объявляется структура конфигурации. Задаются этой структуре некоторые значения по умолчанию. И сама конфигурация хранится в общем файле YAML, где на первом уровне у нас сами модули, а на остальных уровнях конфигурации этих модулей. И происходит чтение из этого YAML файла вот в эту вот структуру. И получается, когда пользователь укажет, допустим, порт listener для RTSP, это значение перепишет наше значение по умолчанию. Если пользователь не укажет что-то там в YAML файле, то будет оставлено в данной структуре наше значение по умолчанию. Такой подход позволил реализовать поддержку многих конфигов одновременно. То есть на вход GoToRTC можно подать хоть десяток конфигов. Они будут считаны один за другим. И получается, каждый следующий конфиг может переписать значение там предыдущего конфига. И это все вполне работает очень хорошо. И дальше инициализируется логер для каждого из модулей. Это тоже очень удобно позволило реализовать функцию, что у каждого модуля может быть свой уровень логирования. То есть вы можете в целом у приложения указать какой-нибудь ворнинг, допустим, уровень логирования, а какому-нибудь одному модулю указать там RTSP-модуле уровень логирования дебаг. И для него создастся отдельный логер с этим уровнем, наследуемый от главного логера. А если в конфиге не окажется какого-нибудь специфического уровня логирования, то для модуля будет использован логер по умолчанию. И пример билдинга нашего результирующего приложения. Здесь используются флаги для уменьшения размера самого приложения. Для Linux используется утилита UPX, чтобы еще больше сжать наше приложение. Ну то есть при запуске результирующего бинарника он распакует наше приложение в памяти, оттуда оно уже запустится. утилита UPX поддерживает в том числе и Windows, но антивирусам очень не нравится, когда вы пакуете свое Go-приложение через UPX. Они там в 50% случаев считают, что это вирус, поэтому я принял решение, где использовать для этого обычный zip-архив для Windows и для Mac. А для Linux отлично управляется и отлично работает. Для примера, без дополнительных флагов, которые удаляют разную дебаг информацию, но обычный Go-Build создает бинарник на 20 мегабайт практически под все платформы плюс-минус. После этих флагов, после применения этих флагов бинарник получается 14 мегабайт, то есть с 20 до 14 мы уже упали. и после применения упаковки и UPX и zip-архив дает примерно одинаковые результаты, получается 5 мегабайт. То есть под все платформы получается довольно маленький самодостаточный бинарник. Как вы знаете, бинарники Go самодостаточные, они не нуждаются в каких-то сторонних зависимости, если вы не написали код соответствующим образом. И я очень старался не использовать внешние зависимости в GoToRTC именно по этой причине, чтобы код, во-первых, собирался очень легко, его можно собирать на Windows, Linux, Mac без проблем, и чтобы код запускался очень легко на любых платформах. Возможно, это и стало причиной, почему куча open-source разработчиков стала использовать его в качестве ядра своих проектов. у меня все. Спасибо большое за доклад. У меня есть вопрос. Ты вначале говорил, что твое приложение работает на камере, у которой достаточно слабое железо, правильно, и работает эффективно. Каким образом ты профилируешь и оптимизируешь свое приложение? для профилирования я использую стандартные возможности языка Go, и в том числе мне помогают и мои пользователи. Допустим, был случай, когда у одного из пользователей очень сильно текла память, буквально гигабайтами она забивалась, и он сам разобрался, как запустить профиль, я не знаю, был он разработчиком на Go или нет, собрал нужную информацию, прислал мне, и там было понятно, что на битом потоке скамер Go2TC просто не мог найти окончание кадра и сохранял, сохранял эти данные в буфер, все ждал окончания кадра. Круто, спасибо, круто, что это делается коллективным усилием, к тому же, я извиняюсь за то, что я назвала это библиотекой, потому что это действительно большое и комплексное приложение, очень круто. Есть ли вопросы в зале, поднимите, пожалуйста, руки, к вам подойдут для того, чтобы вы могли его задать в микрофон. В первом ряду есть вопрос. Привет, спасибо за доклад, довольно интересно было, многие штуки понятные. У меня вопрос, наверное, не совсем по структуре именно этого сервиса, мне понравились цифры в конце, которые сказали, что упаковка практически в три раза пакует бинари. В четыре? В четыре, да. Нет, ну смотри, сначала ты получается билдфлагами отрезаешь до 14, а с 14 до 5 пакуется. Анализировал, за счет чего, то есть, казалось бы, бинари, это неоднородные данные, за счет чего в три раза можно упаковать. Это вот просто мне интересно, никогда, наверное, не обращал на это. Ну вот, с 20 до 14 он там вырезает дебаг информации. Вот дальше интересно, вот именно UPX и 7-Zip, то есть, вот за счет чего они в три раза могут упаковать бинари? Не, может быть, ты не интересовался этим глубоко? Не, именно почему у 7-Zip так хорошо получается, не знаю. Просто, ну, в три раза упаковать бинар, не какие-то текстовые данные, а бинар в три раза упаковать. Я думаю, что это отличная, будет реально отличная тема для обсуждения коллективного в дискуссионной зоне о том, что там такое может быть, а может быть, даже и, да, тема для доклада в будущем. А сейчас давайте сосредоточимся на вопросах. Я вижу, что в последнем ряду молодой человек хотел задать вопрос. Да, здравствуйте, спасибо. Специально на этот доклад на самом деле пришел, очень было интересно. Я еще личный вопрос насчет UPX сам хотел спросить, могу частично ответить. Идет за счет того, что сжатие идет, разархивирование потом идет в оперативной памяти, и поэтому антивирусы ругаются. Но из-за этого здесь был вопрос докладчику, я неоднократно читал, сам использовал UPX в своих проектах, что в рантайме могут быть необъяснимые баги, и поэтому многие разработчики боятся для продакшн каких-то проектов свою работу тащить. Я вот не побоялся, у меня в своих проектах есть UPX, но вот прямо есть прямо еще по поводу того, что необъяснимые баги происходят, то есть паники или еще что-то. Ну, странно, вот я говорил цифры скачивания, у меня огромное количество пользователей, ни один не жаловался на что-то такое, не встречал таких еще. Хорошо, спасибо. Молодой человек в зеленом хотел задать вопрос. Вопрос такой, я какое-то время назад получил пару камер от Reolink, и никак с ними не получилось нормально построить считывание стрима. Не встречались ли вы с такой проблемой, и может каких-то других вендоров посоветуете, если так. С Reolink встречался, можно вот в куларах расскажу все про них, все про них знаю. И еще можно вопрос, как вы тестируете вот подобные разные вендоры, вот даже вы говорили с пылесосом получалось, как вы покупаете эти девайсы и пробуете с ними. По пылесосу вот повторюсь, есть, или я не помню говорила про это или нет, есть статья на Хабре, можно там подробнее почитать, как там все было. Пылесос был не у меня, у отдаленного пользователя, он предоставил мне доступ приложения от Roborock, и этого хватило, в принципе приложение позволяет сделать удаленное подключение, и в том числе благодаря этому удалось очень хорошо отладить протокол в RTC, потому что это было именно удаленное подключение, и в том числе удалось найти проблемы этого протокола в нашей стране, к сожалению, вот наши эти системы защиты, они немного портят этот протокол, и я даже поучаствовал в этом, в коммитах библиотеки для исправления этой ситуации. Больше не портят? Пришлось чуть-чуть уменьшить проверку безопасности в RTC, авторы библиотеки не захотели принимать это по умолчанию, этот флаг, но сделали его флагом, мне приходится его выставлять, чтобы оно работало, но если этот флаг не выставить, иногда при подключении в разных регионах нашей страны в RTC не подключится. Понятно, спасибо. Есть ли еще вопросы из зала? У меня есть последний вопрос, я не знаю, правильно ли я его сформулирую, ты рассказывала в некоторых случаях про специфичные применения, например, про сеть, у тебя необычные решения, дало ли это прирост производительности и какой? Я называл эту цифру, это 30% дало ускорение применения буфера, 30% нагрузки на CPU дало применение буфера в протоколе РТСП. Круто, спасибо, я, видимо, прослушала, извини, пожалуйста. Хорошо, я вижу вопрос в предпоследнем ряду, подойдите, пожалуйста, к молодому человеку. Я с видео только начинаю работать, вопрос может быть глупый. Такой вопрос, вот как в протисе развернуть в корпоративной среде, если посмотреть, он полезет у тебя на Google, то есть у него Google сервера нужно для рукопожатия, существуют ли какие-то классные сервера, допустим, докер развернул и будет свой корпоративный сервер. Да, он лезет на Google за стан сервером, такой сервер поднять у себя вообще никакой проблемы не составляет, есть open source решение, там стан то он сервер. Стан? Да, это вот он лезет на Google, скорее всего за станом, ну он S-T-U-N. А, ну это легко все прогугливается? Да, ну хотите, вот в кулуарах можете задать вопросы, или всегда можете мне писать, я всегда открыт. Спасибо большое. Да, если что, любое обсуждение можно перенести в дискуссионную зону, это как раз место, которое создано для того, чтобы услышать опыт докладчика, поделиться своими мыслями, разобрать какие-то конкретные кейсы, а не просто задать вопрос, там можно построить диалог с докладчиком. Есть ли еще вопросы в зале? Хорошо, спасибо большое за доклад, давайте выберем вопрос, который вам понравился больше всего. Так, сейчас я даже не знаю. Хорошо, ну, наверное, я не могу сказать, что мне мой вопрос понравился больше всего, так не хорошо, да, но мне вот понравился вопрос молодого человека здесь, потому что он действительно говорит о всяких нюансах. И еще мне понравился вопрос про камеры, потому что его можно обсудить. И про вендоров, но, наверное, я просто люблю конкретику обсуждения. Давайте выберем вот этого молодого человека, да, у него действительно был интересный вопрос. Отлично, спасибо, не уходите, пожалуйста, мы подарим вам подарок от нашего спонсора «Газпромнефтьевас», мы тоже хотим поблагодарить за доклад, это было очень круто, и подарить вам подарок. Спасибо. Не избегайте с площадки, приходите сразу в дискуссионную зону, чтобы с вами могли поболтать. Я благодарю вас всех за присутствие, приходите к нам еще чуть попозже, у нас будет доклад про каденс и его использование. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...